МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы, я сомневаюсь, не верюсь ему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Ее название наводило ужас на преступный мир. Так что, бандиты, не расслабляйтесь. Белая стрела. Секретный спецназ или сказка для взрослых. Я считаю, что это легенда. Вся правда о самом загадочном сообществе лихих девяностых. Был преступный авторитет, и вдруг стали уничтожать его окружение. Загадка аллергии. Как с ней бороться? Девочка, а ты вот так вот, что, затаивайся с кошечкой, и все. И в чем панацея? Ходить к экстрасенсам или пить кефир? Конечно, нет. Это чушь собачья. Абсолютная абракадана. Правда ли, что весь мир живет за счет кредитов? Женщина, мать двоих дочерей в возрасте более 70 лет набрала 19 кредитов. Как исцелиться от кредитной зависимости? Как человек, как просто гражданин, нет. Кредитами никогда не пользовался. Легенду о Робин Гуде и его стрелах знают почти все. А вот что вы слышали о белой стреле? Есть версия, что в России начало 90-х так называлась некая тайная организация. Якобы создана она была из офицеров правоохранительных органов страны для ликвидации главарей преступных группировок. Без суда и следствия. Белая стрела. Правда или вымысел? Сегодня мы попытаемся в этом разобраться. Сентябрь 1994 года. В центре Москвы взорван и сожжен 600-й Мерседес. Вместе с машиной сгорел ее хозяин, Сергей Тимофеев. В криминальном мире он был известен как Сильвестр, лидер Ореховских, одной из самых жестоких криминальных группировок столицы. Эта группировка положила десятки себе подобных. А потом главарь начал уничтожать своих подельников в группировке с тем, чтобы не делиться. По Москве тут же поползли слухи. Сильвестры убрали вовсе не конкуренты. Тогда кто? Неужели та самая Белая стрела? Таинственная организация, разговоры о которой наводят ужас на бандитов. Только в 1994 году в Москве произошло 500 заказных убийств. Самые известные жертвы – криминальный авторитет Атарии Кванторишвили, вор в законе «Глобус» и лидер Ореховской группировки «Сильвестра». Все убийства исполнены на высшем профессиональном уровне. Лихие 90-е. Этот журналистский штамп приклеился к постперестроечному десятилетию во многом из-за разгула организованной преступности. Многочисленные банды вели кровавую войну за передел сфер влияния буквально во всех отраслях экономики. По полторы тысячи трупов в то время – это только зафиксированных наемных убийств было. Именно в те годы в правоохранительных органах решили – с бандами должны разбираться особые подразделения. Так появились УБОПы – управление по борьбе с организованной преступностью. Но мало кто знает. Был и другой, по-настоящему радикальный вариант решения проблемы. Его предлагал возглавлявший Совет безопасности России генерал Лебец. Ликвидировать уголовных авторитетов должны были мобильные группы из бывших десантников, которые имели опыт реальных боевых действий в горячих точках. Американцы применяли исходную тактику во Вьетнаме. Ну, действительно, зачем заморачиваться с судами? Если у нас есть оперативная картотека, если у нас о некотором человеке есть раз, два, три упоминания, что он связан с Вьетконгом, дальше в рамках операции «Феникс» этот человек исчезал, его убивали. Когда Лебедь выступал по телевидению, сказал, обращаясь уже, видимо, к криминальному миру, сказал слово «бойтесь», «бойтесь», он сказал слово. И после этого, через какое-то время, начались убийства. Убийства воров в законе. И они происходили буквально через каждые три дня. У меня есть список этих людей, кого, значит, убили. Официально решительному генералу не дали провести свой вариант жизни. Тем не менее, на территории бывших республик СССР в очень короткий промежуток времени была устранена часть верхушки криминалитета. Убийц не нашли. Существует какое-то, значит, секретное письмо Лебедеву подготовленное, где четко расписывается вот эта, так называемая, процедура по ликвидации вот этих преступных элементов. Известный актер Сергей Маховиков часто снимается в криминальных фильмах и сериалах. Есть в его послужном списке и лента под названием «Белая стрела». Как раз о той самой таинственной организации. Когда я прочитал сценарий «Белая стрела», я согласился сниматься не раздумывая. Сам актер, как и его герой, считает, зло должно быть наказано. И «Белая стрела» не худший вариант. Я встречался с офицерами, которые говорили мне о том, что существовала «Белая стрела». Это реальная история. Я так до сих пор и не могу сказать, была она или не была. Легенда о «Белой стреле», она существовала. И люди, более-менее приближенные к правоохранительным органам, они о ней слышали. Так легенда или нет? Вот любопытная информация. В январе 1999 года в Смоленске были задержаны начальник местного УБОПа Александр Ломтиков и 11 его подчиненных. Их подозревают в создании группы «Белая стрела». Начальнику Смоленского управления по борьбе с организованной преступностью предъявили обвинение в похищении и убийстве нескольких преступных авторитетов Смоленска. Их доставляли в какие-то места содержания. Там их допрашивали, применяли пытки. Кто-то из них потом был освобожден, иногда за выкуп. Кого-то потом нашли тела. Чьи-то тела потом вообще не нашли. Бывший следователь, а ныне популярный автор Даниил Корецкий, написал свою историю «Белой стрелы» как раз на основе «Смоленского дела». Он изучил его по газетным публикациям. Вот был преступный авторитет, и вдруг стали уничтожать его окружение. А он стал писать жалобы во все инстанции, обвиняя правоохранителей в том, что вот они такую целенаправленную репрессивную деятельность ведут. Речь о главаре одной из смоленских банд – Тигране Петросяне. Именно он стал главным свидетелем обвинения в этом нашумевшем уголовном деле. Самого Петросяна задерживали за разбой, хищение, хранение оружия, но всякий раз ему удавалось ускользнуть от правосудия. Они мне сами многие говорили об этом, оперативники, что вот мы там несколько дней сидели в дождь, в слякоть, в засаде, облаву проводили, а потом появляются адвокаты, которые раз-раз-раз, и люди, которых мы заезжали, они выходят на свободу. Зато теперь, когда арестовали целую группу матерых оперов, Петросян почувствовал себя героем. В лице Смоленского у Боб я хотел остановить машину смерти, и мне это удалось. Из интервью Петросяна смоленским журналистам. Правда, боевики из банды Петросяна продолжали исчезать. Чуть позже их тела находили в лесу под Смоленском. Но кто уничтожал бандитов на этот раз? Ну, ведь нет доказательства, кто нажал на курок, значит, это белая стрела, так называемая, или киллер, скажем, конкурента группировки какой-то. Это же никто не знает. Следствие по делу смоленской белой стрелы длилось два года. И закончилось еще одним удивительным поворотом. В августе 2000 года главный свидетель обвинения Тигран Петросян пришел в центральное управление УБОПа и сделал неожиданное заявление. Белую стрелу придумал он сам. А все его подручные погибали от рук конкурентов, а вовсе не оперативников. Признание поставило крест на деле белой стрелы из Смоленска. Так неужели это действительно что-то вроде городской легенды? Это кадры из фильма «Антикиллер». Главный герой бывший милиционер. Он убивает бандитов без суда и следствия. Чем не метод белой стрелы? Это люди, которые могут совершать какие-то поступки, которые, в общем-то, не совсем законны. Ну, в достижении своих целей. И все-таки режиссер картины Егор Кончаловский уверен, подразделения «Белая стрела» никогда не было. Об этом подразделении очень быстро все бы узнали, потому что информация просочилась. То есть я считаю, что это легенда. Но если это легенда, тогда кто и зачем создал ее? И почему она оказалась настолько живучей? Актер Сергей Маховиков часто играет офицеров и нередко общается с ними в реальной жизни. У меня большие связи. У меня очень высокие друзья. И я имею допуск иногда к таким вещам, к которым обычный человек просто не допустится никогда. Он отлично помнит начало 90-х. Едва ли не самое мрачное время, в истории правоохранительных органов. Нашу Петровку, Мур Московский и Питерский ну просто разрушали, целенаправленно уничтожали, выгоняли офицеров, истинных офицеров. Одни профессионалы увольнялись из рядов МВД, другие переходили на сторону бандитов. Были и те, кто совершал преступления прямо на рабочем месте. Таких позже стали называть оборотнями в погонах. Милиционеры были очень похожи на бандитов. Очень трудно было отличить друг от друга. Таких же цепях золотых, там их все такое, ну то есть как повадки одни и те же, и так далее. Ну не секрет, что они были часто связаны с бандитами, часто связаны с мафией. И вообще такое время было. Доходило до того, что бандиты без стеснения несли взятки генералам КГБ. Вот мне лично давали две взятки крупные. Ну один раз от чеченских боевиков просто как в помощь была такая. Это называлось салат. Такая вот кукла, деньжи, там салат, потому что там разные купюры должны. 250 тысяч давали, я прям тоже написал и в том, в другом случае написал рапорт на имя министра. А бывало и с точностью да наоборот. Когда сотрудники милиции пытались добиться справедливости любой ценой. Даже ценой преступления. Когда государство не выполняет свою функцию справедливой правозащиты граждан, вот тогда возникают самосуды. И будут возникать самосуды. Может быть, именно несколько таких случаев и легли в основу истории о белой стреле. Наверняка были такие люди, которые там без, так сказать, объединения в некое спецподразделение, могли, так сказать, пытаться решать свои вопросы вот таким образом. То есть, так сказать, брать закон в свои руки. Но вот для государства создавать и содержать мощную и разветвленную структуру, по мнению Кончаловского, было нереально. А уж тем более сохранять при этом конспирацию. Очень трудно было тогда удержать тайну, потому что все преступные сообщества, которые были в Москве, они были связаны с милицией, так или иначе. Я это знаю не понаслышке, я просто присутствовал при встречах сам лично. В любом коллективе невозможно, чтобы все были абсолютно с одинаковыми убеждениями, с одинаковыми целями, с одинаковым, там, кошельком. Всегда какие-то возникнут трения, да, а когда возникает трение в таких организациях, это всегда выплывает наружу. Так кто же породил историю о белой стреле? Большинство бывших и нынешних сотрудников силовых ведомств не сомневаются. Это вымысел самих бандитов. Одни запустили слух, другие его поддержали. Писатель и сценарист Андрей Кивинов опубликовал десятки криминальных повестей. А вот о белой стреле так и не написал. Он реалист, а не фантаст. Я вообще эту тему практически не использовал никогда в литературе, потому что, опять-таки, это миф. И использовал только в качестве какой-то шутки Хохмана. Всегда пародировал эти вещи. Но вот что любопытно. В существовании этого мифа были заинтересованы и сотрудники органов. Органам правопорядка всегда было выгодно. В данном случае нагонять таинственность, будешь сильно беспредельничать, и тебя пристрелят. А вот организовывать и поддерживать тайное общество совсем другое дело. Куда разумнее просто не вмешиваться в бандитские войны. Представьте себе, на фоне массового убийства друг друга, зачем создавать эту стрелу? Для того, чтобы получить пожизненный срок? Или расстрел тогда не был отменен еще? 28 июля 2009 года. И еще одно громкое преступление. Покушение на Вячеслава Иванькова. Известного вора в законе по прозвищу Япончик смертельно ранили в живот на выходе из ресторана. Умер он через полтора месяца в одной из частных клиник Москвы. Кто-то из журналистов сказал, а возможно это белая стрела, потому что снайпер стрелял очень искусно, он там вложил буквально пулю в пулю и там не убив, а именно ранил. Но, пожалуй, это последняя акция, которую приписали охотникам на бандитах. Да и это было больше похоже на мрачную шутку. Справедливость восторжествовала и, соответственно, органам и приписывают ликвидацию того или иного потенциального сидельщика, который смог уйти от закона и избежать наказания, но в силу каких-то других иных разборок его находят мертвым, это всегда греет душу. Актеру Сергею Маховикову и сегодня часто пишут по поводу «Белой стрелы», особенно после повторов одноименного фильма. Это простые и убедительные послания. Их текст практически всегда одинаков. СМС-ка заключалась в одной фразе «Хочу вступить в белую стрелу». Вот вам ответ. Верим мы или не верим, многие хотят в это верить, что такие организации есть, что зло будет наказуемо в любом случае. Может быть, самой организации и не было, но отдельные люди которых можно было назвать «Белая стрела». Были и будут. Так что, бандиты, не расслабляйтесь. Интересно, что история «Смоленской белой стрелы» в 2000 году не закончилась. 21 марта 2002 года в день своего рождения во время утренней пробежки был убит бывший заместитель начальника Смоленского УВД Александр Пантухов. Он был одним из фигурантов того самого скандального дела. После этого я бы не стал утверждать, что «Белая стрела» это придуманная организация. Смотрите далее. Аллергия. Чума 21 века. За все, так сказать, благо цивилизации приходится платить. Или выдумка врачей и фармацентров. Это, по сути, индустрия, индустрия выкачивания денег. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Дэвид Бекхэм, София Ротару, Мартин Скорсезе, Людвиг Ван Бетховен и Эрнест Тачи Гевара. Этих людей объединяет одно. Все они страдали или страдают от аллергии. По прогнозам ученых, в 21 веке аллергия станет самым массовым заболеванием. А в России уже к 2015 году от разных ее форм будет страдать половина населения. Но чем тревожнее прогнозы, тем настойчивее звучат заявления. На самом деле аллергия не заболевание, а плод воображения пациентов. Кто же прав? 23 июня 2006 года на одной из центральных улиц Варшавы скопление прохожих. Женщине плохо, она задыхается. По толпе пробегает шепот. Кто-то узнал звезду польского кино Еву Салатскую. Нам с вами надо поговорить. Да, о чем? Восьмидесятые. Имя Евы Салатской не сходило со страниц польской прессы. Она успела засветиться и в советском кино. Роли роковых красоток часто давали актрисам из стран соцлагеря. Вот один из самых пикантных эпизодов фильма «Заклятие долины змей», вышедшего в СССР в 1987 году. Салатская играет французскую журналистку. Кто бы мог подумать, что эпизод окажется пророческим? Только в реальной жизни Салатская пострадает от укуса обыкновенной осы. Медицинская помощь в таких случаях часто приходит слишком поздно. анафилактический шок, сильнейшая аллергическая реакция. Сначала резкая боль, потом отек, одышка, потеря сознания. Порой достаточно нескольких минут, чтобы события приняли необратимый характер. Ева Салатская скоропостижно скончалась, так и не дождавшись приезда скорой. Ей было 49 лет. У Сергея Безрукова на съемках фильма «Высоцкий спасибо, что живой» также началась аллергия. Проблемы с кожей у актера появились из-за сложного грима. Безруков работал в специальной пластической маске, передающей черты лица Высоцкого. Британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, пострадал из-за очков. Во время съемок фильма «Гарри Поттер и философский камень» актер жаловался на сыпь и покраснение вокруг глаз. Вскоре выяснилось, у Рэдклиффа аллергия на никель, из которого были сделаны дужки очков. Экзема, крапивница, астма, атопический дерматит, анофилактический шок – все это, по сути, проявление одного и того же недуга. Аллергия – это болезнь века, и удивляться этому нечего. От аллергии во всем мире страдают миллионы людей. И чем быстрее набирает темпы технический прогресс, тем больше становится аллергиков. Сейчас, по разным оценкам, это от 30 до 40 процентов населения планеты. За все, так сказать, благо цивилизаций приходится платить. У нас уже не та экология. У нас не столько машин, сколько было раньше. Изменилось у нас и питание. Все эти любимые разговоры о генетически изменённых продуктах, всё это не пустые разговоры, всё это имеет свои последствия. Аллергические заболевания известны с древнейших времён. Римские врачи ещё в первом веке нашей эры описали симптомы сенной лихорадки. Сейчас больше известны, как поленос. Египетский фараон Менес погиб от анафилактического шока, вызванного укусом пчелы, а римский император Август страдал астмой. Кстати, существует версия, что именно приступ астмы помешал Наполеону Бонапарту выиграть битву при Ватерлоу. Якобы во время этого решающего сражения на полководца напали кашель и удушье, и он не смог командовать войсками. Несмотря на все это, аллергия и в наши дни остается одним из наиболее загадочных явлений. Методы лечения спорны, панацеи не существует. У врачей нет общего подхода, даже в таком, казалось бы, простом вопросе считать ли аллергию болезнью. Это понятие, это не болезнь. Аллергия это понятие, медицинское понятие, которое включает в себя целую группу заболеваний. И когда мы говорим об аллергии, мы имеем в виду конкретные клинические проявления. Известный артист цирка Юрий Куклачев вообще не верит в болезни. Любые недомогания считает своеобразным ответом организма на неправильные мысли и поступки. У меня аллергия только на пьяниц. Чувствую запах спиртного у меня прям чуть ли не... И на бесчестных людей, которые могут улыбаясь, интеллигентно одеты, все, но бессовестные, понимаете, люди, вот у меня на них аллергия. Я просто ухожу от них, я не могу им ничего говорить. И все же однажды Куклачеву пришлось столкнуться с аллергическими проявлениями. У его сына Дмитрия в детстве появились странные симптомы. Температура опухает, что-то... Выйдем на улицу нормально, думаю, странная болезнь. Опять заходим дома или в цирке, температура, все. Потом, когда мы проверили, выяснилось, что вот на лошадь, на пыль и на кошку. Аллергия на кошек у руководителя театра кошек. С такой насмешкой судьбы Куклачев не мог смириться. Ведь кошки, по его убеждению, забирают отрицательную энергетику. Бывали случаи, когда больные люди выходили с его представлений здоровыми. Отказавшись от таблеток и инъекций, Куклачев научил сына правильно дышать по известной методике. Девочка, а ты вот так вот затаивайся с кошечкой и все, чтобы волосы, которые микрочастицы, не попадали в тебя. И он научился это делать. И сейчас работает с кошками, катается на лошади и чуть не чувствует пыли. Никита Джигурда, пережив сильный приступ астмы, решил положиться на собственную интуицию и ресурсы организма. первым делом он отказался от сигарет и алкоголя, а потом и от еды. Я отголодал в общей сложности больше года. По три, по семь, по десять, по двадцать дней, тридцать, самое максимальное сорок восемь дней. В конце девятнадцатого века психиатр Маккензи сделал удивительное открытие. Аллергия возникает не только на реальные, но и на выдуманные раздражители. пациентка страдала сильной аллергией на розы, а в кабинете доктора стоял роскошный букет. Едва увидев опасные растения, женщина стала задыхаться. Изумлению врача не было предела, ведь цветы были искусственные. Правда, женщина об этом не догадывалась. Команду дают мозг, а не впрямую органы, не впрямую ткани человек начинает реагировать. Иммунная система запускается, команда из психики. Так что же, выходит, большинство аллергиков мнимые больные и причины их недугов в голове. А весь опыт борьбы с аллергией всего лишь очередной раздутый миф. И почему люди уже много столетий не могут справиться с аллергией? Эх! термин аллергия принадлежит австрийскому педиатру Клеменсу фон Пирке. Он соединил греческие слова «аллос», «другой» и «эргон» «действие». Проще говоря, аллергия – это странное, другое действие на организм человека. Возникает необычная реакция организма на факторы, не обладающие болезнетворным действием. На что только не бывает аллергии. цветочная пыльца, шерсть животных, пыль, солнечный свет и даже собственный муж или жена. Микрофлоры в помещении, пищевые продукты, не патогенные, не болезнетворные бактерии, которые обитают в организме у каждого человека на слизистых оболочках носоглотки, кишечника, на коже и тоже могут вызывать необычную реакцию организма. Музыкант Джон Бонжови прерывает свой концерт в Софии. Прямо со сцены он объявляет 50 тысячам зрителей. У него начался приступ удушья из-за ненастной погоды. Что это? Обычный звездный каприз или действительно аллергия на холод? люди стали больше мигрировать и их иммунная система привыкшая эволюционно к воздействию определенного набора внешних факторов получила достаточно много новой дополнительной информации. Иными словами, когда организм не может справиться с чем-то новым и непонятным и как следствие раздражающим он дает аллергическую реакцию сыпь, кашель, удушье и наиболее опасные астму и анафилактический шок. Оса, только не двигайтесь. Чего? Оса, у меня аллергия, не двигайтесь. Опасно. Ужали-то я погиб. Что? Поверьте, это так. Такая же тварь уже кусала меня. Чуть было не подох. В этом популярном французском фильме невезучего героя Пьера Ришара буквально на глазах раздувает от укуса сын. Его увозят на скорой и буквально в следующей сцене Ришар появляется перед нами без всяких следов отёка. Но так ли просто исцелиться в реальной жизни? Когда мы говорим, можно ли вылечить аллергию, это больше философский вопрос. Ответ каждый ищет сам. Так первая леди США посвятила своему опыту борьбы с аллергией целую книгу. Оказывается, старшая дочь Мишель и Барака Обамы с трёх лет страдает астмой. Советы миссис Обамы вполне в русле традиционной медицины. Почаще мыть пол, избавиться от ковров и выдравить тараканов. Современные врачи пытаются бороться с аллергией десятками разных способов. На первом месте, конечно, таблетки и микстуры. Однако они способны лишь снять обострение, а в ряде случаев и сами провоцируют аллергию. Да, это, по сути, индустрия выкачивания денег. Сегодня у нас чем больше больных людей, тем лучше для тех, которые производят лекарства. Альтернативных методов лечения аллергии масса. Говорят, жителям Таиланда хорошо помогает кефир. В России пустующую нишу поспешили занять экстрасенсы. Так небезызвестный Алан Чумак по-прежнему проводит свои лечебные сеансы. Он обещает избавить от любой аллергии, но при одном условии. Человек должен безоговорочно верить ему. В основе любого заболевания, в основе любого лежит нарушение энергоинформационных структур, то есть информации. сбой в информации даёт неправильный выход. Значит, задача подавить эту неправильную реакцию или убрать её вообще. Исключить неправильность, восстановить норму. И вот энергоинформационным образом аллергия лечит очень хорошо. Аллан Чумак уверяет, проблема не в организме, а в биополе больного. И если привести в норму энергетику человека, аллергия исчезнет. Почему? Потому что то, что, допустим, делаю я, это не медикаментозное подавление реакции, а это убирание причины заболевания. То есть восстановление нормы в организме. нормальной реакции организма на то, что попадает в сам организм. Специалисты по нейролингвистическому программированию готовы сказать своё слово в деле излечения от аллергии. По их мнению, аллергия – это психологическое заболевание, а в его основе сильный стресс. К примеру, человек переел апельсинов. Организм выдал защитную реакцию – сыпь. Аллергик испытал стресс, который отложился в подсознании. Он запоминает «О, вот это вещество, да, оно оказалось для меня достаточно опасным». И дальше психика создаёт, ну, мы это называем триггером, то есть вот эта готовность быстро среагировать на вот такого рода опасность. В следующий раз пострадавший может покрыться сыпью уже от одного вида и запаха апельсинов. Чтобы этого не происходило, нейролингвисты разработали специальную методику. Например, если там у нас апельсиновый сок вызывает аллергическую реакцию, то лимонный, например, не вызывает, или грибфрутовый. Очевидно, есть аллерген, есть антиаллерген. Мы подбираем антиаллерген, вещество, на которое абсолютно здоровая реакция. Лечебное голодание, сеансы телепатии, нейролингвистическое программирование. Спасут ли нас от аллергии все эти методы? Ответ медиков однозначен. Конечно, нет, это чушь собачья. Абсолютная абракадабра. Я всегда привожу аналогию с локомотивом, который трудно сдвинуть с места, для этого нужна очень большая энергия. Но если он уже развил скорость, его также тяжело остановить. Для этого нужны специальные методы и специальные обученные профессиональные люди. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано 300 миллионов больных астмой. Мне кажется, вряд ли все они ипохондрики и люди с больным воображением. А вот в России по старинке серьезность аллергических заболеваний недооценивают. Об этом говорит огромный разрыв между реальным и зарегистрированным количеством больных. К медикам обращается один из ста. Остальные занимаются самолечением. Смотрите далее. За кредитом прямо со школьной скамьи. Девушки, а зачем вам кредит? вскидываются ресницы из-под такой красивой чулки. Мне на машину не хватает занавеса. Жизнь в долг. Каков ее финал? Одному серийному маньяку заменили смертную казнь ипотекой на 25 лет. Это агентство специальных расследований и я Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Кредит без проблем. Кредит за один день. Кредит по одному паспорту. Такие объявления сейчас можно увидеть буквально на каждом шагу. Чтобы получить быстрые деньги, теперь не нужны ни залог, ни поручители, ни справка о зарплате. Мы назанимали уже почти 9 триллионов рублей. Чем будем отдавать? Российская банковская система на пороге краха из-за невозвращенных долгов, полагают эксперты. Грозит ли нам массовый дефолт заемщиков? Попробуем разобраться. Анна Коваленко из Нижнего Тагила решила расширить жилплощад. Обратилась в банк за кредитом. Все складывалось как нельзя лучше. Кредит ей одобрили, вот только вместе с договором Анну убедили подписать страховку. Писала все документы не читая. Ну не было ни возможности, ни времени, вот просто вот так, как есть. Я только потом уже дома опомнилась. Квартиру Анна так и не купила и решила вернуть кредит банку. Почему я должна банку что-то вообще? То есть перевод Алексей сделал с карты на карту, я даже не снимала деньги с карты. И на свои нужды я их не использовала никоим образом. Деньги находились в распоряжении Анны меньше трех суток. Но когда она пришла их вернуть, ей выставили счет за страховку. Они считают, что я 73 тысячи должна им вернуть. Я же добровольно подписала страховку. То есть я эту сумму должна им. Чем и как отдавать этот вопрос волнует не только Анну Коваленко. Вот данные Национального бюро кредитных историй. В Пазин БКИ содержится сведения о кредитах 62 миллионов заемщиков. Это практически все экономически активное население страны. Объем выданных кредитов за последние два года удвоился. Чего нельзя сказать о доходах населения. Результат новый для России тип заемщика. Чтобы расплатиться со старыми долгами, он вынужден раз за разом брать новые кредиты. Женщина мать двоих дочерей в возрасте более 70 лет набрала 19 кредитов. Она брала кредиты, чтобы перекрыть свою предыдущую задолженность. В прошлом тележурналистка, а ныне исполнительный директор информационного портала о банках Елена Ищеева стала выяснять подробности этой истории. Ее волновало, как немолодой женщине со скромным доходом могли выдать такое количество кредитов. Мы пошли в банки наши хорошие знакомые, нам ответили, что технически у этой женщины идеальная кредитная история. Она же возвращает, а то, что она попадает в долговую вот эту воронку, техника не фиксирует. Не было ни одного сбоя. Что же стоит за идеальной кредитной историей? И какова ее реальная цена? Сейчас у этой женщины большие проблемы со здоровьем, она не дееспособна, и вся долговая нагрузка легла на плечи двух дочерей, и они обратились на наш портал просто с призывом о помощи, что нам делать? По этому делу уже готовится судебное разбирательство. И судя по данным финансистов, подобными делами скоро будут завалены все российские суды. Ведь каждый пятый российский заемщик имеет пять и более кредитов. Что произойдет, когда такому клиенту не выдадут очередной займ? Он просто не заплатит проценты по предыдущему. Если вы имеете пять кредитов, то вы просто не помните, когда по ним нужно рассчитываться. Это уже болезнь, это уже кредитомания. В таких случаях кредитная история превращается в историю болезни. Специалисты уже занесли кредитоманию в список психологических расстройств, не менее опасных, чем игромания. Покупая нечто приятное на этот кредит, собственно говоря, ради этого его берут, человек испытывает сильный прилив положительных эмоций. Некоторые ради получения этих эмоций берут следующий кредит, а потом берут кредит, чтобы заплатить проценты по первым двум кредитам и так далее. Неконтролируемая страсть к жизни в долг приводит к весьма печальным последствиям. Четверть наших граждан совсем небогатых на самом деле платят в виде процентов по кредиту от четверти до половины месячного дохода. Я когда это услышал, я захотел заорать благим матом подумать о детях. Ребенок в школе стал белой вороной, потому что у него нет смартфона. Мама идет за экспресс-кредитом. Думает, зарплаты отдаст. Условия вроде заманчивые. Всего два процента в день. Клиентка не понимает, что вместе со скрытыми комиссиями в год это 900%. Банки это обычные расставщики на сегодняшний день. Они выдают кредиты и снимают с вас три шкуры. Они в одностороннем порядке повышают проценты ставки. Они по-прежнему берут комиссии за ведение, за обслуживание счета, за выдачу кредита. Они по-прежнему навязывают страховки, хотя она вам абсолютно не нужна. Финансовая безграмотность особенно в провинции. Людям порой сложно понять. Занимают они чужие и на время. Отдают свои и навсегда. За мимолетное удовольствие сегодня завтра придется платить втридорога. Во многом вот в эти кредитные капканы попадают люди, которые не отдают себе отчет, с чем они связываются. Многие считают, что можно занимать, перезанимать до конца жизни. Представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный никогда не понимал тех, кто берет бытовые кредиты. Как человек, как ну, просто гражданин нет кредитами никогда не пользовался. Там даже фен никакой не покупал. Но однажды запашные все-таки испытали искушение кредитом. Цирковое шоу требует профессионального света и звука. Чтобы выступление отвечало мировым стандартам, нужно было вложить в аппаратуру около полумиллиона долларов. Таких денег у Запашных не было. Мы не знали, подо что взять кредит. У нас с братом на всю семью была четырехкомнатная квартира. И я спал на полу, в буквальном смысле этого слова. У брата тоже не было своей комнаты. У нас большая семья была, бабушка, мама, тетя, папа, две собаки. Мы все жили вот в этой четырехкомнатной квартире. Просчитав все за и против, Запашные решили, риск слишком велик. Даже несмотря на то, что династия Запашных готовилась праздновать столетие. Тем более, этот 98-й год, это вообще безумные деньги были на тот момент. И с помощью обыкновенной банальной математики, ну, нам бы потребовалось бы, наверное, лет пять-шесть для того, чтобы заработать эти деньги. Я понял, что это плохой выход. Такая осторожность скорее исключение, чем правило. Я стою возле кассы, входят такие две девочки, просто барби, худенькие, тонкие, звонкие, но от силы девятый-десятый класс. Подходит, здравствуйте, мы за кредитом. В России взять кредит может любой совершеннолетний. Поэтому большинство банков спокойно выдают крупные суммы вчерашним подросткам, недавний рекорд одобренный кредит в 800 тысяч рублей 18-летнему юноше. Вопрос, где должен работать человек в 18 лет, чтобы погасить такую сумму? И я на гимназе говорю, девушки, а зачем вам кредит? Вскидываются ресницы из-под такой красивой чулки. Мне на машину не хватает занавес. Следующий акт наступает. Когда подобные заемщики не могут расплатиться по кредиту, тогда на сцене появляются так называемые коллекторские агентства. Специалисты по взысканию долгов. Кредитор сливает базу данных на своих клиентов. Третьи лица, так называемые коллекторы, организовывают бизнес на ЭП-телефонии. То есть арендовать некий ангар за городом, поставить столы и стулья, подключить телефоны, набрать студентов, пенсионеров и других людей, которые не могут найти себе работу. Банк отдает коллекторам львиную долю от выбитых долгов. Кто же откажется от такой прибыли? У нас есть одна клиентка, которую мы сейчас защищали по кредитным долгам, и она умерла. Умерла, потому что не выдержала сердце, ей звонили, доставали, она ела таблетки, и в конце концов смерть ее настигла. Но почему банки раздают кредиты так легкомысленно? Неужели они не понимают, что перед ними ребенок, безработный, или мать-одиночка с мизерной зарплатой? Проблема банков заключается в следующем, что очень мало акционеров, или, по-русски говоря, владельцев банков, сидят в самих банках, вот как я, и с утра до вечера занимаются, так сказать, работой. У известного банкира Олега Тинькова наверняка прибавилась работы. Несколько лет назад банк прислал жителю Воронежа Дмитрию Огаркову предложение взять кредит. Огарков отсканировал анкету и мелким шрифтом прописал в ней, что заем выдается по нулевой ставке, и кредитор не имеет права требовать с него комиссии и штрафы. В банке не заметили поправок, договор был подписан, а кредит выдан. В 2012 году банкиры подали на Огаркова в суд и проиграли. Но этот случай не изменил систему в целом. Банки по-прежнему дают кредиты и дают много, потому что им это выгодно. В паре заемщик и банкир. Выигрыш и всегда банкир, предупреждает Тинько. Владельцы этих банков ставят задачи, они сидят где-то в Праге и говорят увеличить долю рынка в России в два раза, выдать еще один миллион кредитов. Находящийся местный менеджер, он что делает? Он выполняет задачу, потому что он получает потом многомиллионные бонусы. В этом проблема, это фундаментальная проблема российской банковской розничной системы, потому что они растут любыми способами, а дальше хоть трава не расти. Один из растущих секторов ипотечное кредитование. Люди покупают квартиры в долг, несмотря на то, что проценты растут, а стоимость ипотеки в России в три раза выше, чем в Европе. Я уже лет 10 рассказываю одну и ту же шутку, что одному серийному маньяку заменили смертную казнь ипотекой на 25 лет, и все правозащитные организации мира выразили негодование по поводу этой бессмысленной жестокости. И, вы знаете, с каждым годом люди все меньше смеются над этой шуткой, потому что она все меньше похожа на шутку. При дорогой ипотеке квартиры падают в цене. Так уже было в 2008 году. И кому не хватило сил выплачивать проценты, попали в очень плохую ситуацию. У меня просто один из знакомых через это прошел, что квартиру продали, он остался еще должен банку. Сегодняшний мир – это большая кредитная пирамида, где все друг другу должны. Кризисные страны, такие как Греция, занимают у более успешных соседей, например, у Германии. При этом все понимают, скорее всего, долг они не вернут. Теоретически давно было все рухнуть в 2008 году, конечно, это очень серьезная проблема, которая висит над нами таким домоковым мечом, и, конечно же, она рано или поздно сорвется. Вопрос только в том, когда это произойдет. Экономика развивается циклами. Вот спад, подъем, спад, подъем, как вот времена года. Величина этого цикла 7-12 лет. Люди, которым сейчас немного за 40, должны помнить три таких цикла. Это 1986 год, 1997, 2008, ну и следующий день, 16-18. В 1998 году цирковые артисты братья Запашные, просчитав все риски, все же взяли в долг. Но не деньгами, а аппаратурой и без процентов. Отдавали частями, да, мама договорилась, по-моему, то ли на год, то ли на два, но, честно вам скажу, мы отдали гораздо быстрее. Сейчас Запашные предпочитают жить и развивать бизнес на свои. К сожалению, их кредитная история для большинства жителей России «Недостижимый идеал». Последняя надежда прогоревших заемщиков в других странах – закон о банкротстве. Объявив о своей несостоятельности, человек продает все имущество, кроме единственного жилья, и долг ему прощают. В России закон о банкротстве пока не принят, а значит, рассчитывать стоит только на собственные силы. Судя по тому, как безрассудно у нас влезают в долги, точка невозврата рано или поздно наступит. Поэтому лично я пока воздержусь от кредитов. Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Академия наук против изобретателя Петрига. Мы пытались защититься от его обвинений в измене Родины. Люди-рентгены. Неужели они видят человека лучше медицинских приборов? Такие люди есть. И когда представители нового пола захватят мир? Скорее всего, это будет психологическая установка, нежели физиологическая реальность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok